И вот 15 февраля 89-го. За мной ни одного советского солдата, офицера-прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось нашим солдатам, которые прошли эти 9 лет. Ну, надо памятники ставить, наверное, так. 40-я армия под командованием Героя Советского Союза генерала Бориса Громова пересекла Амударью и вышла из Афганистана. Так 35 лет назад закончился один из самых продолжительных конфликтов 20-го века. Те, кто солдатами и офицерами прошел через Афганскую войну, собрались в театральном ковчеге в Дубраве. Сергей Савельев служил в Афгане с 1986 по 1988 год. Ушел капитаном, пришел майором. Кавалер Ордена Красной Звезды, награжден Орденом Славы Афганистана. 15 февраля 1989 года я застал, будучи слушателем Академии Михаила Васильевича Фронзе, имя Фронзе. Об этом узнал уже после занятия, вечером. Ну, скажу, отношение было положительное, хорошее, но неоднозначное. Сколько ты не ждешь вывода, знаешь, что он рано или будет, все равно все получается как-то неожиданно. Все, кто воевал, знают, что война – это дело совсем непростое. И, естественно, все были рады, что закончилась война. И мы вышли оттуда с развернутыми знаменами, выполнив те задачи, которые перед армией ставились, с достоинственной честью. И кто бы что ни говорил, что это наша война, не наша война. Эта война была наша. Потому что, если бы не было той войны, то намного раньше пришел к нам радикализм. И вот то, что творилось в Сирии, то, что прошли вот сейчас позднее. Сергей Урбан в декабре 1981-го был командиром десантно-штурмового взвода. Удостоен ордена Красной Звезды. Наш долг, который мы выполняли в Афганистане, мы его считаем, выполнили полностью. Коллектив, которым приходилось мне командовать, был очень сплоченный, многонациональный. У нас было много национальностей. И узбеки, и таджики, и украинцы, и белорусы, и казахи. Поэтому нас объединялась с ним одна фронтовая дружба и боевое братство. Солдат войны не выбирает, так говорит Валерий Чугуров, руководитель Сергея Посадского отделения боевого братства. Эта организация объединяет участников локальных войн. 35 лет назад 40-я армия закончила выполнение боевых задач в Афганистане. Пошло уже много лет. Но подвиг, который совершил советский солдат в Афганистане, никогда не будет забыт народами Афганистана и всем, кто проживает на постсоветском пространстве. Через Афганистан прошли около 500 наших земляков. 20 ребят погибли. В память и о них в 2002 году в Сергеевом Посаде был открыт мемориальный комплекс на улице Глинки. А именем героя Советского Союза Александра Корявина, который погиб, прикрыв собой командира, назван лицей номер 24 в поселке Вакцина. Татьяна Колганова, Владимир Бензик, Сергей Власов. ТВР24.